Это партия бомбардировщиков, сходящих с конвейера. Выглядит хорошо. Это 3D-стратегическая игра в космосе. Когда мы только начинали работу над Homeworld 3, мы думали, какие самые потрясающие зрелища можно придумать во вселенной. По сути, Homeworld 3 была нашей первоначальной мечтой о Homeworld 2. Проблема заключалась в том, что в конце 90-х, в начале 2000-х, реализация идеи Homeworld 3 была абсолютно невозможна. Площные солнечные корональные выбросы, массовые битвы в астероидных полях. Огромное окружение с этими гигантскими мегалитами, знаешь, гигантские вещи размером со Звезду Смерти, которые создают интересный ландшафт для перемещения своих подразделений игроком. Через нам пришлось ждать 20 лет, прежде чем мы смогли это сделать. Так что любой, кто заинтересован в стратегии или легких стратегических играх, мы хотим в основном любой, кто любит научную фантастику. Для нас Homeworld 3 это любовное письмо поклонникам франшизы, которые были с нами в течение последних, знаете ли, 20 лет. 22 года. С Homeworld 3 мы хотим продолжить эту удивительную атмосферу, которую вы испытывали, играя в Homeworld 1 в прошлом и снова подарить ее вам. Вы можете играть в Homeworld 3 на платном просмотре, в которую вы хотите играть. Тактическая пауза позволит вам просто приостановить игру. 100% у нас есть классическое управление, которое вы знаете и любите. Из Homeworld 2. И затем у нас есть наша современная система управления, которая построена вокруг управления FPS, которое вы знаете и любите, из игр, в которые вы играете. Так что игроки в MOBA, игроки RTS из других игр смогут быстро понять, что если я хочу куда-то попасть, мне просто нужно нажать на этот элемент здесь. Кинематографический бой это такая важная часть игры. Огромный столб франшизы. Мы хотим, чтобы вы смогли попасть туда, найти самый крутой ракурс камеры и наслаждаться пространством. Для тех, кто никогда не играл в Homeworld, они смогут сразу же вступить в действие. А ты ты? Мы хотели узкие места, мы хотели интересное стратегическое принятие решений для плей-оума. Когда вступаете в бой, местность на самом деле будет важна. У нас есть туннели, через которые можно пронести свои байтеры и фрегаты, что поможет их убрать от вражеских датчиков. Вы можете засадить их. Вы действительно можете использовать более крупный корабль, чтобы принимать огонь за другой корабль. И так, в Homeworld 3 мы сосредоточились на том, чего еще не было доступно для нас в Unreal. Мы хотели выяснить, что будет наиболее отчетливые взгляды, которые была бы у игры, отличающая Homeworld от любой другой игры. Это в основном небосвод и освещение, чтобы создать ощущение нахождения в космосе. Когда вы входите в туманность, корабль понимает, какое у него покрытие, что влияет на понятие тумана войны в галактике. Мы знали, что хотели постоянный урон на кораблях, поэтому мы сосредоточились на том, какой будет эта система. Вы увидите историю ваших битв, проходя через всю кампанию. Пожалуйста, добавьте в список желаемого и предзакажите игру. Мы очень взволнованы. Встречей с вами ты.